Реакция из Москвы и на еще одну важную проблему. ОДН. Эта аббревиатура с нового года снова звучит в выпусках новостей и социальных сетях. Изменения в законе, которые начали действовать с 1 января, ударили по кошелькам десятков тысяч жителей края. Счетчики или нормативы? Этот вопрос сегодня актуален для приморцев. Жители края получили новые платежки, где обнаружили новую же графу. Оплата за ОДН, общедомовые нужды, горячую и холодную воду и электричество. Теперь счета за ОДН выставляют управляющие компании или ТСЖ. Если раньше на общедомовую нужду мы платили ресурсоснабжающей организации, это была коммунальная услуга, то на сегодняшний день, с 1 января, этот платеж перешел в жилищную услугу. И данный платеж выставляется уже не ресурсоснабжающей организацией, а организацией, которая управляет домом. ТСЖ, управляющие. То есть мы теперь платим тем, кто к нам ближе, да? Да. Именно близость ТСЖ и управляющих компаний стала роковой для потребителей. Так, рядовой житель многоподъездного крейсера получает сегодня платежку, где за ОДН ему предлагается платить порядка 500 рублей. Если сосчитать количество квартир в таком огромном доме, то на выходе за ОДН управляющая компания получит порядка 180 тысяч рублей в месяц. Внесено с 1 января 2017 года изменения, где департаменту по тарифам предписано до 1 июня пересмотреть нормативы, которые необходимо будет рассчитать, так сказать, расчетным методом. И департамент сейчас запросил всю имеющуюся информацию органов муниципальных образований, чтобы более детально и точечно подойти по тем проблемным домам, которые жалобы сейчас поступают, для перерасчета норматива. Люди уверены, от нововведения ждать хорошего не приходится. Ведь не секрет, что управляющие компании выставляют платежки жителям по нормативам, а платят за эти же услуги ресурсоснабжающим организациям по счетчику. Нормативы гораздо больше реально потребленных услуг. Разница оседает в карманах посредников. Принимать решение на общем собрании собственников, что рассчитываться по приборам учета, если этот прибор есть. Пусть я говорю не совсем легитимные вещи, потому что федеральная законодательство по-другому рассматривает этот вопрос. Но я считаю, что надо действовать, надо принимать решение на общем собрании, надо собираться с собственниками, надо прийти к своей управляющей организации. Мы с управляющими организациями тоже будем работать, мы тоже разъясняем, что вы должны исходить из того, какие собственники, активные или неактивные, платят ли они вообще, если люди платежеспособные, если они платят. Вы говорите о том, что такая проблема может быть. Они могут просто вычеркивать плату за ОДН. В жилищной инспекции советуют обязательно проверять платежки. В управляющей компании жителям обязаны предоставить полный расчет платежей. Если вы обнаружили нарушение порядка расчета, необходимо с этой информацией обратиться в жилищную инспекцию Приморского края. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта фраза Виктора Черномырдина очень хорошо подходит к данной ситуации. Сейчас органы власти многих регионов обращаются в Москву для устранения огрех в законе. А пока в верхах пытаются исправить ошибки, жителям надо активнее воздействовать на управляющие организации. Коммерсанты-жилищники должны понять, что попытка нажиться на людях сегодня чревата проблемами завтра. Жильцы просто расторгнут договоры обслуживания с управляющими компаниями, которые пытаются получить сверхприбыли.